Так, 14 июля 2024 год. Конечно, все новости перебило покушение на Трампа или что это было. Оказался правый Иван Яковина, который сказал российский журналист, который сейчас в Украине, ну, проукраинский российский журналист, этот Иван Яковина говорил, что американский эстеблишмент не даст Трампу баллотироваться, предстать президентом. И он открыто даже в интервью, этот Иван Яковин говорил о том, что будет примерно такой же запросто, даже какими-то незаконными способами, как с Кеннеди там получалось. Ну, это буквально пару дней назад я смотрел его интервью. Просто попал в яблочко. Молодец, конечно. Иван Яковина. Что он там еще предсказал? Я про Яковину сейчас говорю. Один из его самых таких прогнозов, что и Китай довольно погано себя чувствует гораздо хуже, чем выглядит со всеми этими крахами, биржами, Эваграндой и так далее. Но, ребятки, в общем, что я могу сказать по этому поводу? По этому поводу мало кого не интересует мое мнение, но, честно говоря, вряд ли кто переплюнет покушение. То есть, если сейчас Трамп будет выдвигаться, теперь уже никакие Ники Хейли, там Камалы Харрис, блин, то есть Камалы Харрис, не перебьют человека, который пережил покушение. Так что, если Трамп выдвигается, если его не кокнут, блин, вот эти эстеблишменты всякие, или кто там на него покушается, я не знаю, то я думаю, что безальтернативно будет Трамп следующим президентом Соединенных Штатов Америки. Посмотрим на это все. Пока наслаждаемся тем, что Трамп внезапно стал на автопортрет Ван Гога. Знаете, да, Ван Гог там, когда сам себе ухо отрезал, а теперь у Трампа отстреленное ухо. Выглядит примерно так же. А Ван Гог на этом автопортрете похож с отрезанным ухом, похож на Путина, кстати. Ну, я надеюсь, что в случае с Путиным будет использовать традиционно российские меры воздействия, типа табакерки, шарфика. В России серебряная пуля – это табакерка. Мой афоризм, пользуйтесь. Ладно, бывайте, посмотрим. Все странше и странше. Все буду Украина, не переймайтесь.